По образованию я информатик-экономист, но при этом визажист, парикмахер, маникюрша. Идея вообще на самом деле возникла из запроса, потому что работая свадебным стилистом, я часто получала от своих невест вопрос, Оля, где мне купить красивое украшение для прически? Но поскольку это был 2014 год, и тогда рынок еще был не очень насыщенный в этом плане, и сложно было найти что-то качественное, действительно стильное. В основном это были такие а-ля Алиэкспресс диадемы. Я заказала первые хрустальные бусины, как помню, первую ювелирную проволоку. Очень много техник я придумала сама, то есть это был метод проб и ошибок. В дальнейшем ко мне стали уже обращаться по сарафанному радио, просить украшения сделать на выпускной, на чемпионат по танцам какой-нибудь, просто на какую-то вечеринку. Сейчас у нас три направления, свадебное, вечернее, это индивидуальные заказы. Есть, конечно, ассортимент, который может человек посмотреть, чтобы понять, в принципе, что возможно сделать. Большое портфолио уже, конечно же, фото. И уже исходя из этого мы составляем эскиз. Основная фишка – это то, что можно, ну, по сути, сделать украшения в любом стиле. Часто бывает, что приходится импровизировать. Здесь я выбираю фурнитуру из Южной Кореи. Это мировой лидер по производству фурнитуры для таких украшений. В итоге человек остается доволен, и, ну, для меня это самое главное. Хочется делать самое лучшее, потому что, ну, иначе я не умею. Свадебный сезон летом, конечно, это очень насыщенная работа. То есть у меня это больше по ощущениям, да, более насыщенно, менее насыщенно. Сейчас еще появились клиенты-мужчины, которым я делаю такие более брутальные украшения. Это браслеты из таких брутальных ковней. Еще было очень приятно то, что ко мне стали обращаться организаторы конкурсов красоты с тем, чтобы я сотрудничала с ними и изготавливала короны. Этот конкурс был организован специально для девушек с ограниченными возможностями. Они прислали мне потом репортаж с этого конкурса. Я, ну, честно, я смотрела со слезами на глазах, то есть насколько сильны эти девушки, и, ну, восхищалась я. Конечно, карантин дал свое тоже. То есть, естественно, отменялись свадьбы, отменялись мероприятия, соответственно, падало количество заказов. Но я думаю, что на многих отразилось в сферах деятельности. Ну, а мы такие сферы, которые относятся к более праздничным мероприятиям, свадьбы, юбилеи, чемпионаты и так далее. Ну, достаточно это подкосило, ну, оптимизм он дает свое. Но сейчас уже могу сказать, что, ну, этим летом уже почувствовалось, что да, люди снова ожили. Начали, начали жениться люди. Не так уже им страшно какие-то мероприятия проводить и так далее. То есть, клиенты возвращаются к этой работе. Как для художника, это, ну, возможность контактировать с миром. Возможность выражать собственную аутентичность. Возможность, ну, проявлять свое творчество. Как для предпринимателя, это возможность покрыть потребность клиента. Как для человека, наверное, это возможность, ну, оставить свой след в истории. Я, в принципе, не люблю сравнения. Потому что каждый уникален и сравнивать достаточно сложно. Кто-то берет тем, что изготавливает, например, уникальные украшения в единственном экземпляре очень сложной техники, самобытной и так далее, да. Кто-то берет, наоборот, более простыми моделями, но количеством продаж. Это было желание, чтобы мои невесты были максимально счастливы просто в свой день свадьбы. И эти эмоции, ну, это ни с чем не сравнимо. Чаще всего я даже забываю взять оплату. То есть настолько, настолько для меня важны эмоции человека в этот момент, что я забываю про деньги. Продолжение следует...